На час отправиться в прошлое могут посетители домашнего музея в деревне Губино. Ерохины стали собирать истории своей семьи и предметы быта крестьян. Экспонатов стало настолько много, что решено было открыть музей. Для этого специально переоборудовали беседку. Сначала на экскурсии приходили одноклассники детей, а теперь попасть в прошлое может каждый желающий. Что это за персонаж? Бабская. А в сказке-то как ее называют? Старуха. Старуха. Чем занималась старуха? Как, Олександр? Прила свою пряжу, а старик ковил неводом рыбу. Прямо с порога музея ребята отправляются в сказочное путешествие. В роли пушкинской старухи бабушка Татьяна компанеец. С нее посетители музея начинают изучать быт крестьян. Так орудовали хозяйки ухватом, занимая из русской печки чугунки со щайной каши. Можно попробовать взять чугунок ухватом. Видите, как получается? Музей семьи Ерохиных необыкновенный. Здесь все можно потрогать, примерить на себя и понять, каково это вести хозяйство, когда нет под рукой микроволновок, стиральных машинок и пылесосов. Так, осторожно, руки не слушай. Так, паш. Мне больше понравилась одежда, кровати, всякие инструменты. Я потому что не видела раньше чайников и утюгов. Тяжело было гладить, потому что утюги там были металлические, это очень трудно было поднимать. За печкой, наверное, следить, это было очень трудно, вытаскивать сам очаг вот этот, чтобы за этим всем следить было трудно, мне кажется. Вести хозяйство – это не только хлопоты по дому. В каждой семье занимались охотой и рыболовством. Поэтому Ерохины собрали коллекцию рыбацкой и охотничьей утвари. Был в домах и скот, а значит, подковы и хомуты, которые, кстати, одевали местным женихам на деревенских мальчишниках, чтобы потенциальные невесты знали, что парня уже охомутали. А также в некоторых домах были свои пасеки. В семье Ерохинах этим занимался прадед и дед. Идея – это нашего мужа, отца нашего семейства многочисленного Алексея и Егора, среднего сына. Он очень загорелся этой идеей собирать старинные предметы быта. А мы все свои силы направляем на то, чтобы поддержать все увлечения, все начинания наших детей. Я не уговаривал никого. Ну, решили, скажем так, на семейном совете, чтобы знать историю своего народа. Вот, то есть, все это где-то ходило? Да, они строители с отцом, дед с отцом. Вот на дачах дом ломают старый. Вот, что вот увидят – берут. А началось все вот с этого железнодорожного фонаря. Это семейная реликвия. Прадед работал на узкоколейке, подвозил торф к шатурской гре в свое время войны. Каждому предку семья Ерохинах подготовила в музее экспозицию. Даже сделали две родословные книги. Потому что вся история начинается с одной семьи. Это моя прабабушка Мария Федоровна Машкова. Вот моей бабушке 10 лет. Это фотография 1900 года. И мы хотели, чтобы дети знали родословную свою. Знали, кто были их отцы, матери, бабушки, дедушки. И мало кто знает свою родню до восьмого поколения. Мы когда выпустили вот эту книжку, мои двоюродные сестры, когда я им по экземпляру всем сделала, откликнулись, и они мне стали присылать. Один в своих что-то архивах нашел, другой нашел. Так оказалось, что в родословной есть дворянские корни и корни зажиточных крестьян. А что всегда связывало и тех, и других? Испокон веков на Руси умели хорошо не только работать, но и отдыхать. И не важно, что в руках стиральная доска, пила или гармонь. Путешествие в прошлое длится не больше часа. За это время ни один юный посетитель не заскучал и не достал в мобильный телефон. Напротив, пожелал вернуться сюда, причем с родителями и младшими братьями и сестрами.